Своебразный подарок дню работников жилищно-коммунального хозяйства сделала администрация города. Правда, коснулась это не только работников данной сферы, но в большей части всех жителей центральной части города, получающих тепло от новой котельной регион «Газинвеста». Предыстория ситуации такова. В начале текущего отопительного сезона все потребители, получавшие до этого тепло от котельной Ирбитского химфармзавода, были подключены к новой котельной регион «Газа», построенной на улице 50 лет октября. Однако радость от произошедшего была омрачена резким повышением стоимости услуг отопления. Согласно утвержденному тарифу, цена одной гигакалории, полученной от новой котельной, составила 2007 рублей 18 копеек. В то время как химфармзавод за ту же единицу тепла брал с потребителей 1668 рублей 63 копейки. У многих ирбичан такой резкий скачок оплаты за коммунальные услуги не оставил равнодушными. Буквально уже в октябре-ноябре месяце к нам в депутатскую приемную поступили письменные обращения граждан по вопросу, разобраться с вопросом повышения платы за отопление, почему она повысилась и привести в порядок этот вид оплаты. Чтобы компенсировать разницу между реальным ростом стоимости коммунальных услуг и установленным указом губернатора региона, предельным его значением в 7,5%, в ноябре 2017 года администрации города было подготовлено постановление, которое предусматривало предоставление гражданам мер социальной поддержки в виде частичного освобождения от платы за коммунальные услуги. Перерасчет коснется потребителей, которые ранее отапливались от котельных и фармзавода и сейчас являются потребителями новой газовой котельной. Коснется 40 многоквартирных домов и дома частного сектора, тоже порядка 40 домов. Еще какого-то времени потребовало оформление договора между администрацией города и расчетным центром Урала на проведение перерасчета и выставления потребителям обновленных счетов. По этому вопросу я сама общалась с Николаем Вениаминовичем Юдиным, в котором он мне рассказал порядок, как будет происходить перерасчет, сроки, когда будут и всю процедуру вот этого перерасчета. Но в первую очередь перерасчет будет за октябрь, ноябрь, декабрь 2017 года и в дальнейшем будет перерасчет уже за 2018 год. Информацию о том, что готовится новый договор уже на 2018 год, нам подтвердили и в администрации города. А Наталья Анатольевна подчеркнула, что обязательно будет следить за этим процессом, чтобы при необходимости довести до своих избирателей полную и достоверную информацию о перспективах решения вопроса.